Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Козяева Арт. И сегодня я буду рисовать утку. Для рисунка мне понадобится карандаш, у меня это 6Б, линейка и клячка. Начну с построения сетки. Отступаю слева 7 см, сверху и снизу. И провожу линию. Сверху отступаю 3 см. Это плюс-минус для того, чтобы утка получилась где-то посередине. Поэтому говорю, проговариваю о том, сколько сантиметров сверху отступаю и сбоку, чтобы вам тоже было удобнее. Если вы рисуете от руки, просто посередине прорисуйте квадраты, какие я покажу. Ну то есть сколько их будет. Квадраты будут по 5 см в длину и в высоту. Отмерила все точки и сейчас я их соединю. Все, соединила точки. И теперь мне надо вот этот вот первый получается прямой угольник разделить напополам. Если вы рисуете от руки, просто нарисуйте от руки... Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять получается квадратов. Нарисуйте от руки и разделите пополам. Вот как я показала сейчас. Теперь я делю верхнюю часть еще напополам. Ну это я уже от руки. Линейка мне уже больше не нужна. Я так в принципе уже... Сама разберусь. Делю вот этот маленький квадратик на 4 части и рисую глаз. Это для того, чтобы мне ориентироваться, где будет голова. Сверху рисую вот такую дугу. Она будет чуть влево получается, а не посередине. А от этой точки буду рисовать клюв. Клюв утки же. Вот такой вот пока он длинный. Делю вот эту вот часть напополам и прорисовываю еще одну линию. Нижняя часть это типа подбородка. Делю напополам. Доходит до серединки получается. Веду линию вниз. Ставлю точку. И провожу линию вверх. Это будет голова. До середины получается. И она немножечко как скошенная будет. Немножко управляю. Но не до такой степени скошенная, конечно. Продолжаю рисовать утку. Шею. Шею. Рисую вот такую вот выгнутую или вогнутую линию. Делю напополам прямоугольник. И еще напополам. И сейчас это будет грудь утки. Провожу линию. Провожу линию вот к этой вот половинке, так сказать. Ставлю точку здесь. И провожу линию вверх. Соединяю. Где-то примерно посередине они будут соединяться. Далее спина. Делю пополам квадрат. Ставлю точку. К этой точке я буду вести спину. Вот таким вот, так сказать, полуовалом. Или как он. Даже не знаю. Дугой. Сейчас пока это все схематично. Поэтому все такое угловатое. Отмеряю где-то чуть ниже верхушки квадрата. Ставлю точку. Провожу линию. И это будет филейная часть, так сказать. И провожу линию вот так. Делю напополам. Это здесь будет уже крыло. Веду линию вниз. Где-то примерно через серединку. Ну, там уже можете импровизировать. Ну, сильно низко крыло тоже не стоит рисовать. Оно не так. Я рисую по референсу. Там плюс-минус где-то вот здесь крыло. И сверху оно... Как сказать? Сверху оно соединяется. И здесь будут такие перья. Перья будут. Тоже это крыло. Оно продолжается. И там же и хвостик у него еще будет. У этой утки. У утка. И осталось нарисовать ноги и заштриховать лапки, вернее. Делю напополам и еще раз напополам. И провожу линию, чтобы понимать, где будет лапка. Рисую вниз. Ну, такая изогнутая линия. И ласту прорисовываю. Здесь вот у него будет шип, по-моему, называется. Веду вторую линию. Ну, чуть-чуть поуже буду делать. Здесь, как бы, соединительная такая часть. Поэтому выпуклая. И прорисовываю вторую линию ласта. Лапки этой. Я, как вы знаете, особо ноги не умею рисовать. Уток вообще первый раз рисую. Поэтому... Вот где-то какая-то вот примерно вот такая вот должна получиться лапка. Рисую вторую, соединяю. Здесь вот уберу, потому что мешает линия. И соединяю вот так лапку. И получается они вот плюс-минус вместе будут. На референсе задняя лапка находит на переднюю... Вернее, дальняя лапка находит на ближнюю. И поэтому переднюю не особо видно. Ближнюю, вернее. Они же оба передние. Ближнюю, ближнюю лапку. Здесь мне не нравится, что она какая-то слишком прямая. Поэтому я ее немножечко дорисовываю таким полукругом, так сказать. И немножечко тень. Осталось дорисовать голову, кстати. В этом моменте мне не нравится голова. Я немножко не понимаю, почему. Приблизила. Немножко камера трясется. Это я привыкаю к новому месту. Тут я понимаю, что... Делаю небольшую вогнутость от клюва. Прорисую прямую. И голова, она немножечко будет заходить на другой квадрат. Здесь я соединяю клюв с подбородком. Или, как он называется, с этой шеей. Рисую ему дырку. Здесь у него будет заканчиваться клюв и, собственно, голова. Рисую глаз чуть ниже. Делаю блик. Кстати, в данный момент у меня карандаш механический. Это два бы я его взяла, чтобы прорисовать тонкие линии. Тот карандаш, который был перед этим, он немножко затупился. Вот вы видите, он такой... Уже не острый. Отточить мне его не хотелось. Поэтому я периодически брала механический карандаш и рисовала ему. Это не обязательно. Ну и все. Приступаю к штриховке. Небольшой штрих, где глаз. Теперь добавляю ему на шеи. Там она как бы разделяется цветами. Если вы хотите, вы можете, в принципе, раскрасить его. Не обязательно штриховать, как я. Я примерно покажу, где будут у него места, которые можно будет заштриховать или закрасить. Убрала лишние линии. И теперь провожу еще раз карандашом, чтобы видно были границы. Штрихую боковой частью карандашом. Это удобнее, быстрее и в целом... Ну, как сказать. Лучше, что ли, для карандаша. Потому что вы используете графит полностью. А не просто его срезаете или там оставляете где-нибудь в точилке. Ну, и штрих мне больше нравится, если боковой частью карандаша делать. Вот, еще спину заштрихую. И крылышко надо выделить, чтобы оно было пожирнее. Здесь немножко заштрихую. Возле плеча. Здесь делаю имитацию перьев. Пытаюсь, по крайней мере. То есть заштриховываю не полностью просто там однотонным, а немножечко подштриховываю перья. Где-то делаю их светлее, где-то темнее. Нажимом карандаша, собственно, я это делаю. Ну, и пузико немножко надо подштриховать тоже. Чтобы оно не было таким бледным. Голову немножечко подштрихую. Немножко штриха спереди, немножко штриха сзади. Лапки подштрихую, чтобы показать, что они в тени под уткой. Я сильно не разбираюсь в названиях, поэтому это будет утка. Как по мне, это просто утка. Все, немножечко повыделяла утку. И вот такая вот утка у меня получилась. Если понравилось, ставь лайк. Обязательно пиши в комментариях, кого еще нарисовать. Может, я кого-то не рисовала. Или вы не нашли какое-то животное. И обязательно сообщите мне об этом. Я его нарисую. Всем спасибо. Подписывайтесь, кстати, на канал. Всем спасибо. Всем пока-пока.